всем привет меня зовут катя и вы на канале aromatic bubble сегодня у нас долгожданное видео по сборке аморилиса вот как вы видите на столе у меня непосредственно сами цветочки это два больших цветка и один такой полу распустившийся это формы из группы my favorite forms и также эти формы я показывала в обзорном видео все необходимые ссылки вы найдете также в описании под этим видео как вы видите на столе у меня очень много всяких составляющих которые нам сегодня понадобятся для этого букета непосредственно букет мы будем собирать даже не букет ветку аморилиса мы будем собирать в крафт стакане она же супница на 340 миллилитров эту супницу мы будем ставить на крышку от супницы которая на 400 сколько там 45 миллилитров почему я беру именно ее потому что так более устойчиво вот так это будет выглядеть мы это все по ходу потом декорируем и практически но как бы не будет вот этого большого пространства пустоты внутри также нам понадобится флористический рукав нам понадобится проволокам на которую мы будем одевать цветочки проволоку меня диаметром 2 миллиметра эту проволоку я покупала на сима лэнди и как-то она называется то ли флористическая проволока то ли проволока для цветов честно говоря я сейчас уже не помню можно просто вот посмотреть проволока это идет в оплетке изнутри получается металлическая проволока и здесь вот не знаю как это пластик или надо скорее такой вот какой-то гибкий пластик вот проволока отлично держит форму и она меня всегда выручает вот в каких-то таких поделках из зелени нам сегодня понадобятся только две вот такие розеточки это лист лилии нам понадобится темно-селеный сизаль но вы можете использовать и коричневый самое главное только такой очень светлый зеленый не берите такой вода который салатовый то есть можно зеленый можно темно-зеленый и коричневый мы из этого будем делать такую имитацию травки в горшочке также что нам понадобится акриловая краска это вот у меня коричневая такая умбра жженая также нам понадобится просто коричневая акриловая краска черная кисточка горячий клей также клей пистолет для декора я буду использовать вот такие вот маленькие камушки у меня есть черепаха которая живет в аквариуме и вот у него стащил несколько камушков и как раз мы их сегодня будем использовать для декора нашего горшочка из инструментов понадобится вот я по-моему тут уже собрала все что только можно это тонкогубцы плоскогубцы кусачки кусачки такие сякие канцелярский нож и канцелярские ножницы в работе сегодня пригодится все но это вы будете уже смотреть по ходу работы и также для декорирования стаканчика просто ну как то вот он так слишком невзрачно выглядит можно использовать вот такой вот либо джутовую ленту либо вот как она называется клейкой лента прованс вот это все приобретается на символэнди артикулы я оставлю в описании зайдете посмотрите на сине вот такие вот и также нам сегодня еще понадобится у меня есть такой мягкий коврик в ходе работы для того чтобы когда мы будем работать с цветами нам их придется класть на стол чтобы они не терлись а жесткую поверхность стола лучше подложить или просто какое-нибудь махровое полотенце сложенное в несколько раз либо вот у меня просто такой вот маленький коврик я им пользуюсь ну вот если надо например упаковать какие-то мыльные изделия ну так чтобы они не деформировались вот поэтому такая вот у меня такое приспособление и также нам сегодня еще может понадобиться это кусочек строительной пены мы от него отрежем небольшие такие вот заготовочки и пустим их вход будем делать такую имитацию луковицы вот но это все по ходу работы я вам покажу и расскажу 21 и 2 3 4 4 4 5 5 6 7 14 мы хорошо приклеили вот этот вот наш нарост который будет у нас служить имитацией луковицы ножницами я проделала дырочку внутри для того чтобы потом в дальнейшем стебель нашего аморилиса лучше туда внутрь вошел также нам сейчас нужно подготовить листики будущие листики для нашего аморилиса смотрите из веточки с тремя листиками центральной отрезаем нам нужно только два боковых то же самое делаем здесь ищем во первых те которые покрасивее какие тут лучше смотрятся вот наверное вот этим этот мы отрезаем вот это у нас будет выглядеть вот так как у настоящего аморилиса листики в разные стороны да вот так вот идут теперь мы их все соединяем на одну зубочистку эти листья мы распределяем так учитываем что в центре у нас будет идти стебель то есть как бы вот немножечко на заднюю стенку у нас будут уходить листики и в центре будет идти степель давайте примерим посмотрим как это у нас будет смотреться вот листики мы грубо говоря туда поставили и потом подготовим уже стебель получается слишком узко вот пустим отвертку видите оказывается я не все инструменты достала отвертку не подготовила вот расширяем отверстие так потом и все на горячий клей все это зафиксируем и ничего этого видно не будет теперь нам нужно покрасить нашу землю пока она будет сохнуть мы с вами займемся цветами эту акриловую краску я покупала в строительном магазине то есть это не художественная она скорее строительная ложится равномерно и отлично закрывает весь материал который будет под ним и вот таким вот образом мы покроем всю пену так и вот что у нас получается но немножко не аппетитно до согласитесь теперь нам нужно добавить темно-коричневого цвета для этого я буду использовать художественную акриловую краску выдавливаем немножечко на пластиковую крышку и поверх вот этой краски мы будем наносить вот такими мазками кое-где коричневую и будем добавлять немножечко черного цвета все отставим пока немножечко просохнуть сторону и займемся цветочком для того чтобы наши цветы одеть на стебли я буду использовать флористический рукав я уже в одном из видео показывала эту штуковину флористический рукав продается метражом пустая внутри и резиновая я примерно наметила длину проволочки то есть стебля который мне необходим это 15 сантиметров ну как-то это оптимальная такая длина так чтобы и входило в землю и на цветочек отгибалась ну вот как-то мне так понравилось и получается цветок смотрится гораздо более ну как бы такой гармонично до размер цветка размер горшка и длина стебля вставляем проволоку в наш флористический рукав и вот у нас получается с двух сторон торчит эта проволочка снизу очень удобно что она торчит это будет у нас входить в землю а вверх мы будем вставлять в цветочек флористический рукав нам нужно зафиксировать так чтобы проволока не ходила туда-сюда поэтому мы сейчас вот отмеряем примерно вот такое вот расстояние которое будет у нас входить в цветок и вот так вот снизу и здесь вот зафиксируем то есть капнем капельку клея иначе если мы этого не сделаем потом когда мы флористический рукав воткнем в цветок и и будем потом вставлять землю у нас проволока просто-напросто через флористический рукав проткнет наш цветочек насквозь а нам это не нужно нам надо чтобы он держался хорошо внутри флористического рукава вот так вот немножечко пальчиками прижмем так чтобы клей у нас туда хорошо зашел внутрь проверяем все проволочка отлично у нас держится и считаем что 1 такой часть стебли у нас готова то же самое мы проделаем с остальными проволоками так теперь нам понадобится наш мягкий коврик берем один цветок зажимаем пальчиком проволоку снизу чтобы когда мы будем сейчас тыкать цветочек чтобы но соответственно проволока не убежала у нас вниз поджимаем вставляем четко по середине и будем вгонять в цветочек вместе с флористическим рукавом аккуратненько это делаем чтобы не проткнуть цветок вот как это смотрится подтираем пальчиками если где-то мыло у нас вылезла вот так и теперь нам нужно немножечко цветок загнуть вот так вот чтобы он у нас смотрел ну как в сторону получается и то же самое проделываем с остальными цветами так теперь посмотрим примерим что у нас получается вот такое вот соцветие теперь для того чтобы дальше нам было удобно работать с каждым из этих цветочков и объединять их вместе мы каждый цветок каждый стебель обовьем тейп лентой вот такая вот у меня есть зеленая тейп лента для того чтобы цветочек лучше всего задекорировать тейп ленту начинайте оплетать не с самого верха а откуда нибудь вот отсюда до предположим и идем двигаясь к верху доходим до верха и теперь спускаемся вниз так у вас вот это вот место всегда будет аккуратно оплетено и никогда отсюда ничего у вас не убежит для того чтобы тейп ленту зафиксировать капнем капельку клея и подожмем пальчиками и так мы проделаем с каждым цветком флористический рукав сам по себе очень скользкий это все таки пластик и для дальнейшей работы нам было бы неудобно ну как бы с ним поэтому а тейп лента нам сейчас очень будет на руку когда мы будем скреплять три цветочка вместе взяток то есть мы будем собирать такого змея горыныча трехглавого нам нужно эти ножки соединить между собой так чтобы они у нас зафиксировались для этого мы капаем капельку клея между каждой из двух ножек самое сложное это вот самое начало потом уже будет гораздо легче все и подержим их между собой все три цветочка так чтобы они хорошо схватились вот это вот ножки наши ждем так чтобы клей нас полностью схватился иначе цветочки просто не будут держаться так и теперь слегка отпуская руки вот для чего нам нужен был коврик видите я кладу цветочек и у меня получается на него идет упор расслабляем немножко ручки и между стеблями туда вот заливаем клей все сжимаем и так держим чтобы опять схватился клей смотрим так чтобы цветочки распределялись равномерно то есть каждый смотрел в свою сторону и так продолжаем работать с каждой стороной все и вот так вот мы до самого конца сделали стебли и теперь общую всю эту конструкцию нам нужно обмотать тейп-лентой кстати такую заготовку стебель да вы можете делать и без цветов то есть просто саму вот это вот болваночку трех ножку да вот такую а потом уже на конце одеть цветочки смотрите это как кому удобнее как кому больше нравится и вот смотрите за счет того что мы наносили клей между стебельками он у нас вот это вот ложь биночку получается закрывает и стебель общий стебель как единое целое получается и теперь когда мы его обматываем тейп-лентой он у нас как вы видите такой вот целиковой да то есть без дырочек без полости каких-либо вот получается такой единый стебель и 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 количество и зале сворачиваю несколько раз и теперь мелко-мелко нарезаем этот сезаль для того чтобы вот это вот у нас сена сезаль этот хорошо держался мы будем наносить небольшое количество горячего клея но такими вот волнами и быстренько вот так вот наносить нашу соломку и прижимать пальчиками чтобы она лучше схватилась и так мы делаем по всему нашему стаканчику а так для начала мы с вами будем вставлять наши листики еще раз примеряем их примерно где они должны быть и сажаем на клей расправляем наши листики так смотрим какой у нас цветочек будет главным центральным отпускай наверное будет вот так то есть вот этой стороной этот у нас цветочек будет самый главный и точно также сюда мы наносим горячий клей и вставляем в центр вот почему как раз я и говорила для чего мы фиксировали проволоку к нашему флористическому рукаву просто если бы мы сейчас это все втыкали рукав у нас был бы не зафиксированной мы бы просто-напросто проткнули бы цветок у нас все отлично стало так теперь нам надо ровненько поставить так чтобы цветочек у нас стояла ровно относительно любой плоскости смотрите как вам больше нравится можно головы наклонить еще немножечко вперед то есть такой более пышный сделать цветочек можно оставить так как есть так для лучшей устойчивости я капну вот здесь у основания немножечко горячим клеем так чтобы стебель у нас лучше зафиксировался к началу вот этого возвышения и закрою все это остаточками сезаля все лишнее смахну все самое сложное у нас позади смотрите какой замечательный у нас цветок теперь нам нужно задекорировать стакан но правда стакан надо было декорировать до сборки цветка я совсем про это забыла но ничего страшного мы это сделаем и сейчас отмеряем необходимой необходимую длину ленты которая нам нужна и приклеиваем ее на горячий клей и и и и и и и и Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 На сегодня у меня все. Все, что я хотела вам показать, я показала. Надеюсь, вам моя идея понравится, вы ее захотите повторить. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока! До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok